Автор оригинальных операций на позвоночнике при доброкачественных опухолях. Хирург, работающий в самых разных областях. Автор более двухсот научных трудов. Анатолий Гущин 27 лет возглавлял кафедру госпитальной хирургии Рязанского государственного медицинского университета. В память о наставнике и коллеге в ВУЗе проходит Всероссийская научно-практическая конференция. Не вспоминая Анатолий Леонович, он относился к той великой приятии хирургов, которые, ну, если бы эти знания вообще в науке приблизительно хотя бы были или можно было бы открыть, я бы уверен, что он это сделал бы. Но бы, конечно, создал школу. Школу, которая работает и сейчас, работает и по ныне, которая уже имеет несколько поколений докторов наук, кандидатов наук. И, конечно, эффективно и качественно работает. Конференция посвящена 90-летию профессора. Коллеги называют его одним из самых ярких представителей рязанской хирургии. А время, в которое он творил, золотым веком. Сейчас хирургия региона вновь на подъеме. Развиваются наши хирургии в больнице ОКВ, в Одинской больнице. Развиваются хирургии в наших районных больницах. И вот в свете национальных проектов, это очень важно, уже в этом году, опять же, будет поступать высокотехнологичное оборудование в наши ведущие больницы. Это позволит, скажем так, оказывать еще более высокотехнологичную помощь нашим пациентам. Результатами своих исследований на конференции в Рязгому делятся рязанские хирурги, ведущие специалисты Национального медико-хирургического центра имени Пирогова, а также представители Национального медико-исследовательского центра хирургии имени Вишневского. Основное направление работы моего отделения – это хирургическая панкреатология, то есть заболевания поджелудочной железы. Недоброкачественные, незлокачественные в значительной части. Приезд в Рязань всегда любопытен, потому что здесь занимаются аналогичной проблемой. В течение всего первого дня звучали доклады, затрагивающие самые разные области хирургии. Среди них заболевания поджелудочной железы, хирургия печени, вопросы сосудистой и общей хирургии, а также новые способы лечения послеоперационных осложнений. В рамках второго дня специалисты переместятся в учебную операционную Рязгому, где под их руководством слушатели курсов и выпускники смогут отработать полученные знания на практике. Они проведут несколько лапароскопических операций. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».